В микрорайоне номер 6 на пересечении проспекта Мельниковой улицы Дружбы сейчас ведётся строительство двух поликлиник – детской и взрослой. Каждая рассчитана на 100 посещений в смену. Они возводятся за счёт средств инвестора компании ПИК, как форма социального обязательства перед городом. В середине 2013 года оба объекта будут введены в эксплуатацию. И эта же организация построит поликлинику на 400 посещений в смену в районе Новокуркинского шоссе. На сегодняшний день по этой поликлинике ведутся проектные работы. Согласовано техническое задание с управлением здравоохранения городского округа Химки. В этом году у нас уже начинается проектирование. В следующем году мы идём в экспертизу. И в следующем году при положительном заключении экспертизы начинаем строительную монтажную работу. Остро стоит вопрос о необходимости появления в городе ещё одной женской консультации. Существующая сегодня не справляется с количеством пациентов. Детского травмпункта в Химках и вовсе не существует. Губернаторам Подмосковья принято решение о софинансировании при возведении этих объектов. 30% денежных средств обеспечит город. 70% будут предоставлены из областного бюджета. В 2013 году на территории ЦГБ начнётся строительство. Принято решение правительства Московской области также помочь нам построить на территории ЦРБ за счёт средств бюджета Московской области детскую травматологию. Но не травматологическую поликлинику, а травмпункт. В этом году у нас уже начинается проектирование. В следующем году мы идём в экспертизу. И в следующем году при положительном заключении экспертизы начинаем строительную монтажную работу. По указанию губернатора в детской поликлинике по улице Парковой сейчас ведётся ремонт. Но это далеко не всё. Для привлечения медиков в химкинские больницы планируется построить для них два общежития на территории ЦГБ и в Сходне, также за счёт софинансирования из областного бюджета. Таким образом, до конца 2014 года в Химках появятся три поликлиники, женская консультация, детский травмпункт и два общежития для сотрудников больниц. Татьяна Костанда, Алексей Козеров, Служба новостей.